Алло! Алло! Чэп! Алло! Чэп! Это я! Лёлик! Лёлик! Жестная директора по версте! Несчадно бороться! И всё понял! Спаси! Дико боялся и стеснялся вот такой популярности узнаваемости уличной. Он всегда ходил в кепке надвинутой до бровей, в тёмных, страшных пластмассовых очках, копеечных, вот огромных, так, чтобы не узнали, не подходили, не мучили. Он был стеснительный. Он при том, что он мне сказал, как говорит, «Миша, у меня от хамства до подбастрасти один шаг». Этот человек совершенно не соответствовал всем тем ролям, с тем комедийным маслом, который он так блистательно, значит, носил на экране. Вот оттуда он, от боженьки зеланой, а не соткан на фабрике звёзд. Он говорит, что не такой он комик и не такой любитель дев и жён. Он говорит, что духом он философ, что жизнь и смысл был для него решён. Слава. До конца жизни Попанов так и не смог к ней привыкнуть. Другие пользуются Славой, купаются в ней. Он относился к ней, как к неудобному побочному эффекту своей работы. Слава мешала ему оставаться самим собой. Немного застенчивым, скромным и очень простым. Таким, каким он был на самом деле, маленьким человеком. Спасибо. В канон юбилейной плавки у металлургов побывали московские артисты. Я ведь с ним познакомился, он этого не помнил. В начале 60-х годов, по-моему, 62-й, они приехали в Ростов-Нагонос на гастроли. Я иду, вдруг вижу живого Попанова. Я подхожу, говорю, здрасте. Я отдурел, говорю, здрасте, товарищ Попанов, товарищ милиционер. Здрасте, остановился удивленно, глядя на этого принца. Я говорю, вы знаете, я ваш поклонник, вы мой куньер. Я так рад, что вас вижу живьем. Я тоже рад, что вижу вас живьем. Я говорю, вот фильм «Человек ниоткуда». Я так люблю этот фильм, как вы играете замечательно. И стал читать вслух его монолог. Сегодня наш обед особенно хороший. Чудак всегда был верным лудоедом. Он выслушал терпеливо. Говорит, читаешь почти как я, но хуже до свидания. И ушел. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Попанов до того, как его стали узнавать, проработал в театре «Сатиры» 15 лет. И 10 из них сидел в начинающих. Ему 30, 35, 40. А ничего стоящего так и не сделано. Ни серьезных ролей в театре, ни предложений от кинорежиссера. Вы здесь играете кого? Злодеев? Твой характерный актер? Звания не дают. Все, каждый на это бог с ним. Я готов даром удовлетворить, и только будет творческий интерес. В 1962-м в театр «Сатиры» приходит Андрей Миронов. Звездный мальчик. Сын знаменитых родителей. Такой была репутация у Андрея. Ему тут же стали давать заметные роли. Я в Москве первый раз провинциал, ничего не знаю, всего стесняюсь. Он на Миронова одно время как-то, так сказать, не то, что называется, в народе катил бочку. Говорю, ну что, и не скрывал. Пришел, говорю, ну что это, мальчик пришел. Ему, конечно, фронтовику было чудно. Ну, какие у него неприятности в жизни могли быть? Ну, черствое пирожное. Но именно с приходом в театр Миронова к Папанову пришла слава. Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через десять вернешься другим человеком. Да я тебе говорю! Положь птичку! Ему было уже 44, когда вышел фильм «Берегись автомобиля». Папанов сыграл всего в нескольких эпизодах. Но уже на следующий после премьеры день тестья Правдоруба вовсю цитировали. Тебя посодят, а ты не воруй. Свободу Юрию Теточкину! Юра! В этом же фильме играет Миронов. Жениться нужно на сироте. В 68-м на экранах знаменитая бриллиантовая рука. И снова Папанов вместе с Мироном. Шампанское поутравлют. Или аристократ, или дегенерат. Папанов и Миронов сложившийся дуэт. Когда через несколько лет Марк Захаров начинает съемки «12 стульев», он берет Папанова без проб. Если Бендер Миронов, то Киса только Папанов. Киса, нужен отчаянный жест. Мне нужно перерисовать руки, иначе будут неприятности. Попробуйте как бы что-то разбрасывать вокруг себя. А был-то весь текст у Анатолия Владимировича «Да уж». «Да уж». Но ведь он говорил, как «Да уж», как «Ну, Заяц, погоди». «Да уж». «Да уж» у него было это через весь фильм. Больше ему ничего не надо было. Папанов и Миронов считаются закадычными друзьями. По Москве гуляют рассказы, как Папанов и Миронов вместе сидели то в ресторане «Жигули» на Калининском, то в дом Журина Герцена, то в доме актера. На самом деле, Папанов и Миронов никогда не общались за пределами театра или съемочной площадки. Слишком разные у них были характеры, чтобы дружить. «Да ты!» Папанов и Миронов никогда не общались за стенами театра. Но смотреть на их совместные репетиции собиралась вся труппа. На это надо было продавать отдельные билеты, шутили в театре. А следующий я, Башен, присутствую. Написать, есть стройка? Нет! Там она приготовилась принять такого подчеркного гостя! Почему это? У меня такое впечатление, что Толя и Андрюша Миронов очень любили быть на сцене вместе. И работали всегда великолепно. И влюблялись в талант друг друга. Это чувствовалось припетициям, потому что если Толя что-то делал там городничим, и Андрюша хохотал, хлопал себя по коленям, а Толя всегда смотрел на него. То есть они влюбленно относились. Никакой ревности никогда в жизни не было. Я должна сказать, у них больше такой дружбы человеческой. У Смиронов все-таки младше было. И у него своя, как говорится, компания. Там Шервин, Державин, вот такая вот, Марк Захаров. А у Толя, во-первых, он как-то с компаниями не очень, но кроме того, что он чувствовал себя старше. Миронов ездит на работу на БМВ, Попанов на Белой Волге с Оленем. Но паркует ее не у служебного входа, а в переулках подальше от театра. Я говорю, почему вы стоите так машину далеко? Он говорит, Миша, мне неудобно. У актрис рваные колготочки, а я на новой машине приехал в театр. Попанов старше Миронова на 20 лет. Но разница у них не только в возрасте. Миронов стремился к славе, ждал ее. Одевался по последней моде и всегда с иголочки. Душа компании, окруженных друзьями и поклонницами. Попанова Слава тяготила. Он на даче очень любил ходить один. Он уйдет в лес, чего-то, что-то один там ходит. Да, мне интересно, я, знаешь, я повторяю, я фантазирую, я вот то-то. Или возьмется на велосипеде, оденется похуже. Я говорю, тебя же вообще узнают. Нет, меня не узнают. Я так плохо, похоже оденусь, чтобы меня не узнали кепку на кепке. Он мне как ко мне подходит и говорит, Миша, ты знаешь, вот купил себе ботинки, надел их. Я говорю, прекрасные у вас ботинки, прекрасные. Ну, а почему вы их не надевали? Он говорит, Миша, стыдно. Ты знаешь, иногда просто неловко. Я говорю, ну почему? Ну вот я наблюдаю за актерами, я много снимаюсь, я зарабатываю. И вот видят меня в новых ботинках, что-нибудь скажут. И это как-то очень тоже характеризует человека, который был нарасхват, любимцем, безумно уважаемым, безумно желаемым всеми. А в жизни он не любил свою славу. В конце 60-х на Ленфильме запускают в производство 10 картин. 8 из них приглашают Попанова. О таком успехе он и не мечтал. В конце 40-х, когда он только пришел в Театр Сатиры, его считали актером так себе, второго плана. На сцене великие старики. Были Хенкин, были такие известные Липко, Курихин. Все это такая плеяда актеров, пожилых уже, которые, конечно, свои роли, да и кто бы дал молодому артисту вместо Хенкина сыграть или вместо Поли. И он очень это страдал. Он мне говорил, я вот могу эту роль даже по-другому сыграть. Ну, это мне же не дают и все. Это из-за внешности, считает Попанов. Я плохой артист. Я урод. Он тщательно прячет свое лицо под нелепым гримом. У меня большой нос, большие уши. Я сделаю себя еще уродливее. Он был неузнаваем. Кто-то его видел раньше, не узнавал его на сцене. И какая-то была гигантская слоновья, шея у него там, ушики громадные. То есть внешне это почти была такая же маска, как у Аркадия Райкина. Что если все это черную кофею вылить в Белое море, то, во-первых, Белое море станет черным морем, а во-вторых, в течение всей полярной ночи ни одна рыба не сомкнет глаз. Он был не красавцем. И молодой актер, довольно такой любящий, сильный грим. А так как роли были не огромные, то это казалось чуть-чуть чудным. Но как все так понимали, что он хотел бы, чтобы его заметили. Но его не замечали. Все напрасно, я плохой артист. В лучшем случае так и останусь актером вторых ролей. Папанов заболел болезнью, которой страдают многие невостребованные актеры. Он начал пить. Толя любил выпить, как истинно русский человек. И вот тут у него произошла встреча с Вестником, который работал в нашем театре. Оба они почувствовали, что они очень талантливые, что успех, возможно, придет, потому что на них обращали внимание. И вот они вдвоем очень даже подружились. И Вестник, чудный человек, компанейский, такой, да то ли, да пойдем выпьем, да то-то. Мы сразу с ним как-то подружились по всем статьям. По всем. По всем абсолютно-абсолютно. Кроме... Кроме... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Почему?